Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Диана Шеленкова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите сегодня. В КФУ продолжается раздача продуктовых наборов. Стало известно, как пройдет приемная кампания в этом году. В КФУ объявляется набор студентов на временное трудоустройство. В Казанском федеральном университете продолжается акция по раздаче продуктовых наборов студентам, оставшимся в общежитии на самоизоляции. Подробности далее. Вот уже четвертый раз иностранные и нагородние студенты, оставшиеся в общежитиях Казанского федерального университета на период самоизоляции, получают продуктовые наборы. С целью поддержки студентов в это непростое время ректор Ильшат Гафуров поручил организовать акцию по раздаче продуктовых наборов. 14 апреля была организована первая акция. Спасибо большое, на самом деле, что помогаете. Очень нужная помощь для студентов, которые здесь проживают. И я думаю, каждый будет благодарен здесь. Спасибо большое. Какой раз уже раздают вам деньги? Это получается уже четвертый раз, когда мы получаем продукты. Каждый раз меняется? Да, каждый раз что-то новое, каждый раз что-то добавляется. И действительно все самое нужно. 18 мая свои продуктовые наборы получили обитатели общежития на улице Пушкина. Президент Татарстана Рустам Миниханов включил КФУ в поддержку нуждающегося населения. В большую коробку студентам положили килограмм риса, сгущенку, два килограмма муки, черный чай, вафли, сахар, консервы, конфеты, макароны, горох и сухари. Этого набора студентам должно хватить минимум на неделю. Ильша Травкач, он две недели назад выступал на аппаратном заседании перед кабинетом министров, перед президентом, и президент поддержал. И вот включил наш университет также в программу поддержки тех категорий населения, которые наиболее пострадали от пандемии. К слову, забирают свой продуктовый набор у студента строго в масках и перчатках, соблюдая дистанцию. Такие меры приняты, чтобы обезопасить как обитателей общежития, так и работников. Мы очень благодарны за университет, что они предоставляют нам необходимую помощь. Учитывая, что в общаге живут очень много иностранцев, и в связи с коронавирусом у нас сложности были, и университет нам предоставляет такую огромную помощь. Мы безмерно благодарны за это. И это получается уже четвертый раз, когда университет нам предоставляет такую возможность, такую помощь. Помимо казанских общежитий КФУ, продуктовые наборы получили студенты, оставшиеся на самоизоляции в общежитиях Елабуги. Каждый обитатель общежития также получил коробку с продуктами первой необходимости. Сегодня нам дали коробку, подарок от президента республики Татарстан. Хотим выразить огромную благодарность, что он нам помогает, помогает наш ректор, помогает наш институт. И благодаря этому мои родители спокойны, что я не сижу голодная. Напомним, что ранее ректор Лишат Гафуров заявил, что раздача продуктовых наборов – это не разовая акция. Она будет продолжаться до окончания режима самоизоляции. Также ректор снизил на 50% стоимость товаров личной гигиены в магазине деревни-универсиады. Все это сделано для того, чтобы поддержать студентов в это непростое время. Лев Диденко, Ленар Тавлитьяров, Универньюз. В КФУ прошел прямой эфир, посвященный приему абитуриентов с использованием дистанционных технологий. На вопросы будущих студентов и их родителей ответили проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский, проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и ответственный секретарь приемной комиссии университета Олег Бодров. Подробности в нашем следующем сюжете. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации готовит изменения по приему и способам подачи документов в ВУЗы. Сроки вступительных испытаний и зачисления будут установлены в зависимости от сроков сдачи ЕГЭ. Заявления о приеме в КФУ со всеми документами будут приниматься с 20 июня только в электронной форме. Через социально-образовательную сеть КФУ будут студентом. Все вступительные испытания будут проводиться с использованием дистанционных технологий. Университет продлит срок приема документов как для россиян, так и для иностранных студентов. В 2019 году мы приняли порядка 5000 абитуриентов по результатам экзаменов в режиме онлайн. Участвовало больше, естественно, человек. Сейчас я цифру полно сказать не могу, но мы приняли вот такое число абитуриентов. Это означает, что никаких проблем здесь нет. Подробнее о предстоящей приемной кампании рассказал Олег Бодров. Он продемонстрировал возможности социально-образовательной сети «Буду студентом», объяснив алгоритм подачи документов. Инструкции по прохождению вступительных испытаний можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Во время прямого эфира представители руководства ВУЗа также сообщили об изменениях, касающихся порядка приема иностранцев. Кроме аттестата или диплома о предыдущем образовании, абитуриенты должны представить дистанционно паспорт и нотариально заверенный перевод обоих документов. На данный момент уже более 1200 иностранных граждан подали свои документы в Казанский университет. Не у всех есть возможность сдавать экзамены дистанционно, и поэтому, как и в прошлые годы, в других странах будут организовываться коллективные точки приема в КФУ. Еще несколько вопросов от иностранцев касались приглашений для оформления ВИЗ. В МВД приостановлен прием наших заявлений на оформление приглашений. Собственно, оформление приглашений приостановлено. Мы ждем соответствующих решений от нашего Министерства внутренних дел. Мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. На самом деле, приглашение вам пока не нужно. Вы пока регистрируетесь, вы пока сдавайте экзамены, значит, оформляйте все необходимые документы. А с приглашением мы разберемся. Граждане Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана могут поступать на бюджетные места наравне с гражданами Российской Федерации. Для остальных иностранцев есть квоты по межправительственным соглашениям. В случае, если границы к 1 сентября не будут открыты, обучение будет проходить в режиме онлайн. Напомним, с 18 мая в формате инсталайвов проходят Дни открытых дверей КФУ. С их подробным расписанием вы можете ознакомиться на сайте. Камиль Гемоздинов, Универньюз. В КФУ объявляется набор студентов на временное трудоустройство. Уже сегодня доступны порядка 100 вакансий для подработки летом 2020 года. Подробности в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете стартует кампания по временному трудоустройству ногородних студентов на летний период. На первом этапе университет предложит около 300 вакансий по различным направлениям. То есть это в рамках поддержки ногородних студентов, которые остались в общежитиях университета. Как раз вот на период пандемии. Те вакансии, которые именно выставили департамент по молодежной политике, мы выставили 70 вакансий, они могут работать дистанционно. Со списком вакансий ты можешь ознакомиться в личном кабинете студента в разделе «Вакансии КФУ». Для трудоустройства желающим необходимо в данном разделе выбрать «Департамент молодежной политики», найти интересующую вакансию и внизу страницы нажать «Откликнуться». Далее необходимо заполнить анкету по форме на сайте. Каждое структурное подразделение, каждый институт определил все вакансии, которые ему нужны, где студенты могут быть востребованы, где студенты могут оказать помощь и где могут работать. Мы определили для себя. Это сотрудники полцентра, это те, которые могут для нашего департамента формировать видеоролики, отчеты. Это студенты, которые могут формировать нам брошюры, быть редакторами. То есть на сегодняшний день поступило больше 160 резюме от студентов. Также студент может отправить свое резюме на почту, которое указано на экране, и указать интересующую его вакансию. Резюме будет рассмотрено в течение трех дней. Подробнее о трудоустройстве можно узнать по телефону или написать свои вопросы на почту работа.кфу.gmail.com Диана Желенкова, Лилия Талипова, Универньюз. Учащийся седьмого класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Никита Быльнов стал призером второй степени Московской олимпиады школьников по робототехнике. Подробности далее. Никита Быльнов, учащийся седьмого класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета, занял второе место на Олимпиаде школьников по робототехнике. Он набрал в сумме 2900 баллов. Олимпиада организована для школьников из всех регионов России и проводилась Департаментом образования и науки Москвы при участии Российской академии наук, Советы ректоров вузов Москвы и Московской области, Московского государственного университета имени Ломоносова, а также Центра педагогического мастерства. Она проводилась в Москве. Там было несколько площадок проведения вообще по всей Москве, штук пять, наверное. Там разные категории, три категории, средняя, младшая и старшая. Ну, Олимпиада состояла из двух туров, практического и теоретического. В теоретическом туре надо было решить какие-то задачи, а в практическом туре надо было уже применить на практике все знания, собрать робота, который будет выполнять какое-то задание. Например, в этом году было задание перетаскивать кубик на определенное расстояние от стенки, пять кубиков последовательно. Победители и призеры Олимпиады определяются по результату обоих туров очного этапа в соответствии с итоговым рейтингом. Диана Желенкова, Лилия Баталова, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова